Восстановление транспортно-логистической отрасли после весеннего падения вызвало рост спроса на профильных специалистов на рынке труда. Об этом ведомостям рассказали в компаниях отрасли. Тенденцию подтверждают данные агрегаторов вакансий Headhunter.ru и Superjob. О том, какова динамика спроса на персонал в этой отрасли в Пермском крае, поговорим с Анной Тюляевым, руководителем службы подбора и адаптации персонала СДЭК. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Что можете сказать о динамике спроса за последние периоды и в принципе в 2022 году? Динамика спроса выросла, снова рынок начал оживать и это нас очень радует. По сравнению с мартом, с апрелем у нас количество вакансий увеличилось на 30% и это соответствует той динамике рынка, которая в целом наблюдается сейчас в нашей отрасли. И я хочу сказать, что по последней аналитике у нас даже сейчас больше вакансий открыто, чем было в 2021 году в этот же период. Меня это удивило, потому что 2021 год был таким очень активным рынком и по количеству вакансий и по каким-то проектам, но сейчас рынок вновь очень живой и активный. Очень интересный факт. Вы озвучили, что сейчас много как раз таки вакантных мест. Почему так? С чем это связываете? На мой взгляд, в эти месяцы, март-апрель, рынок немного замер. Все хотели осмотреться, понять, как действовать в новом рынке, в новой экономике. И многие компании, как мы говорим, заморозили найм. И на самом деле многие сотрудники переживали и не меняли места работы, поскольку им казалось это рискованным шагом. Сейчас мы вернулись к тем тенденциям, которые уже начались в 2021 году, которые отчасти продиктованы и пандемией, когда рынок привык к доставке, к возможности что-то заказать на маркетплейсе, где-то еще в ритейле и пересылать друг другу какие-то посылки. И поэтому сейчас все возвращается, и этот рынок растет. Поэтому, я думаю, с этим связана и движение, такая динамика. Давайте посмотрим на эту динамику немного более глубоко. На какие сейчас профили спроса? Кто нужен? Кто требуется? Если говорить о логистическом рынке, то сейчас, конечно, прежде всего высока потребность в таких позициях, как, например, водитель-курьер или кладовщик. Водитель-курьер – это тот, кто, прежде всего, сотрудничает с клиентами. И клиентов становится все больше. Как я уже сказала, рынок снова растет, поэтому и сотрудников нам требуется все больше. Помимо этого, есть спрос на логистов, на сотрудников со знанием иностранных языков и с такими компетенциями, как знание международных цепочек поставок, например. И, конечно, такие языки, как английский, китайский, стали сейчас также востребованы. И, конечно, это IT-специалисты сейчас тоже востребованы, поскольку рынок продолжает идти к автоматизации. Автоматизация позволяет ускорять процессы, экономить время. И поэтому ребята из технической поддержки, разработчики, менеджеры продуктов – это те, кто нам тоже очень нужен. Как быстро и беспроблемно ли планируете этот спрос удовлетворить? Есть ли сейчас предложения на рынке труда для того, чтобы вы выбрали для себя кандидатов? На самом деле, сейчас вновь возвращается тенденция рынка кандидата. И сотрудники кандидата могут выбирать из предложений. Все предложения по-разному конкурентно способны. Поэтому мы стараемся тоже услышать запрос кандидата. Но и помимо этого мы тоже оцениваем кандидатов на входе. Как я уже говорила до этого, мы работаем с клиентами. И логистика – это такая отрасль, где невозможно не сотрудничать с клиентом. И мы выбираем прежде всего людей, которые клиентоориентированы, которые нацелены на результат, которые гибкие, готовы обучаться. Я хочу сказать, что по Перми мы видим очень доброжелательных людей. Как раз с коллегами общались недавно, поскольку мы международной компанией ведем найм как в России, так и за рубежом. Тут отметили отличительные особенности города. И люди очень отзывчивые в команде, друг другу помогают. И что бы мы хотели, конечно, от кандидатов, это чуть больше навыков делового общения. Вот молодежи этого не хватает. То есть хочется, чтобы, может быть, люди где-то обучались и получали эти знания, работали над собой. И, конечно, ориентации на клиента и гибкого подхода. Потому что логистика – это такая отрасль, где постоянно что-то меняется. Нужно уметь быть гибким, адаптироваться, понимать, для каких целей, для чего мы работаем. Вы обозначили, что логистика – это та сфера, которая должна быть адаптивна к изменениям. Я точно уверена, что с февраля мы общались с представителями сферы. Было немало проблем, созданных как раз-таки для этой отрасли. Как сейчас обстоят дела? Какие проблемы в Пермском крае, в логистической отрасли нужно решить? Ну, вы знаете, на самом деле, поскольку у нас компания уже больше 20 лет на рынке, то какие-то уже наработки есть в этом отношении. Чего не хватает, если говорить именно про рекрутмент, вот всегда не хватает успешных руководителей. И я бы здесь хотела порекомендовать будущим руководителям, людям, которые вообще хотят идти в логистику, не бояться начинать с нуля и прямо с самого старта своей карьеры обращать внимание на такие качества, как коммуникабельность, клиентоориентированность, ответственность. Вы знаете, процессы, может быть, где-то в чем-то меняются, приходится подстраиваться и перестраиваться, но всегда мы это все делаем с помощью тех качеств, которые были востребованы во все времена. Поэтому если у человека с самого старта его карьеры будет формироваться такой успешный взгляд на свою профессию, чему помогают именно такие качества, о которых я назвала, то ему точно будет возможно расти до руководителя. Потому что, знаете, была такая тенденция, что в логистике руководители были больше нацелены на бизнес-процессы, чем на людей. Сейчас рынок требует другого, и очень важно работать со своей командой. Потому что иметь, скажем, как мы это называем, хардовые навыки и опыт, этому можно научиться, это можно освоить даже достаточно быстро, в зависимости от широты того, что нам требуется. А вот работа с командой, это очень-очень важно. То есть, получается, сейчас управленческие компетенции стоят во главе всего и сейчас очень востребованы. Да, то есть, важно быть самому примером для своих сотрудников, самому уметь вставать в тапочки клиента и показывать примером своим, своим поведением, своим отношением как к сотрудникам, так и к клиентам, то, как надо работать. И да, управленческие компетенции очень востребованы сейчас и в логистике в том числе. И из управленческого цикла, это именно сфера работы с командой. Спасибо большое, Анна. Сегодня мы говорили о кадровых проблемах и путях решениях в логистической отрасли. Сделали вывод, что спрос на персонал в этой сфере восстановился. Ну и кроме того, логистике срочно нужны руководителям. Спасибо большое, Анна. Напоминаю, что об этом мы говорили с Анной Теляевой, руководителем службы подбора и адаптации персонала СДЭК. Благодарю вас. Спасибо. Продолжение следует...